Эти самые... В общем, сегодня сейчас очень быстро Делики тоже. Ну, клыки, Делики. И... Ой, нет. Квест сразу стартанул. Черт. Я забыла, что мы его на Zoom. Ладно, придется монтировать на записи. Привет, Катерина. Мы слышали, что у тебя есть у нас новое поручение. Верно, кое-кто приготовил задание специально для вас. Специально для нас? Звучит серьезно. Что за поручение? Хе-хе. Не стоит волноваться. Поручение совсем не опасное. Возможно, вы слышали, что скоро в Инадзуме состоится большое событие. Великолепный праздник Ирадори. Ура, праздник! Мы еще ни разу не были на празднике в Инадзуме. За подготовку к празднику отвечает комиссия Есиры и госпожа Яэ. Как раз госпожа Яэ просит вас о помощи. Так что это поручение Мико. Хе-хе, это же Мико. У нее всегда необычная идея. И если праздник организует она, то уж точно он будет запоминающимся. Лучше отправиться в Великий Храм на руками и узнать, что она для нас придумала. Отправляться в храм нет необходимости. Госпожа Яэ сейчас в издательском доме Яэ. Она поручила мне направить вас туда. Так даже удобнее. Пойдем. Странная история хмельной на стойке Суико. Хе-хе-хе. Скакала по кустам. Че это вы без меня тут делаете? Сигней, но естественно со всеми саппортами, но без казухи. И С3. У меня волка только под Беннетом. Столько под Беннетом бьет. Правда, она у меня, конечно, еще с рыбой. Начала вчерашний квест Саяк. Давай, Хелька, пока. Так, продолжаем. Ротани Курода. Как продвигаются дела? Все книги, заказанные в печатные материалы для издательского дома Яэ, были переплетены и высланы еще вчера днем госпожа Яэ. Отлично. Мурата. Мы получили сообщение от Эйпэ Кусу и Ветра Дальнего Плавания, что все материалы для реинкарнации в непобедимого Сёгуно Райден и, пожалуй, Китсуны Гудзи уже готовы. Прекрасно. Анодера. Без саппортов, может, 60-100? Понятно, есть куда стремиться. Да, госпожа Яэ, к презентации новых книг все готово. Анодера, это ведь ты подготовил план на проведение вечеринки? Другими словами, теперь ты бесстрашный лидер. Будь уверенней. К тому же, переживать не о чем. Этот проект обречен на успех, и я в этом не сомневаюсь. Я дам тебе пару выходных, Анодера, пожалуйста, хорошенько отдохни, ведь... В день вечеринки ты будешь очень занят. Да, госпожа Яэ, большое спасибо. Да, это начало еще. Итак, мы закончили. Замечательно. Время на исходе, так что поторопимся быстрее. Привет, малыш. Кажется, вы узнали о моем поручении. Хорошенький из тебя организатор. Праздник уже на носу, а ты только и думаешь, что о своих легких романах. Разве тебе не пора возвращаться в Великий Храм на руками? Ты же не собираешься повесить все приготовления к празднику на нас? Если так, то можешь забыть об этом. Паймон, ни за что не примет такое поручение. Даже не думай. Добрый вечер. Как они нос задирают, я не могу прям. Ого, как грубо. Мне неприятно слушать такое от вас. Вы видите, что я отружусь, не покладая рук. Ради праздника, но все равно считаете, что я отслыниваю. Позвольте спросить, малыши, а кто вообще сказал, что Великий Храм на руками должен участвовать в празднике? Но разве это не очевидно? Это же Инадзума. Да, это правда, но теперь, когда указ Сококу был отменен, Инадзума больше не сопротивляется изменениям так упорно, как раньше. Поэтому, вместо того, чтобы придерживаться старых традиций, мы с комиссией Есиро решили попробовать кое-что новенькое. В этот раз мы проведем международный культурный фестиваль. Все еще Инадзумский, но при этом уникальный. Международный? Паймон ходит в офиге на тонком льду. Кажется, стоит начать с истории праздника Ирадори. По легендам, в древней Инадзуме жило пятеро поэтов, которые были невероятно талантливы в пении и написании стихов. Они известны как Пять Кассен. Каждый год один из них представлял Сёгану собрание сочинений группы, что вызвало бурные обсуждения этих произведений в культурных кругах. Благодаря им культура Инадзума расцвела и обрела большое влияние. Со временем люди начали придумывать разнообразные истории о Пяти Кассен, и праздник Ирадори появился в результате желания выразить благодарность за их произведения, которые так сильно обогатили нашу жизнь. Похоже, этот праздник и правда тесно связан с культурой. Да, словами древних его можно описать как элегантность просвещения. К сожалению, со временем люди позабыли и о Пяти Кассен, и о празднике. Именно поэтому я решила возродить праздник Ирадори. Строив культурное мероприятие на тему легких романов. Лаука. Винти набухается, набухается. Куда без этого. Пайман милый носик. Ушел мой поддельник, с которым мы гнали на Паймана. Да, ушел. Маме чай пошла пить. Постой, легких романов? А как же элегантность просвещения? Перестаньте смотреть на меня с таким озадаченным видом. В древние времена в моде были поэзия, но теперь на пике популярности легкие романы. Важен не формат, а сам творческий процесс. Невозможно придумать что-то новое, если ты скованы рамками устаревших форм. Кстати говоря, вам не кажется, что сейчас Инадзума как нельзя лучше подойдет концепция сосредоточения на настоящем? А еще это прекрасная возможность заново представить Инадзуму всему Тайвайту с помощью легких романов. Как говорится, двух зайцев одним ударом. Звучит как тонко завуалированное самооправдание. Вот это да, Паймон чуть не купилась на эти обольстительные речи. Да ладно тебе, Мика, нас не одуришь. Мы же знаем, что мы же с тобой давно хорошо знакомы, и ты наверняка преследуешь собственные интересы. Не могу утверждать, что мои увлечения не сыграли в этом никакой роли, однако неважно, легкие романы или праздник, главное привлечь всеобщее внимание новой идеей. Ну что скажете, неужели вам совсем не любопытно, что интересного будет на фестивале? Совсем чуточку? Ну ладно, Паймон и правда умирает от любопытства. Давайте вместе посетим остров Рита, обещаю, после этого вы взглянете на праздник совсем по-новому. Там и встретимся кое с кем, кто подробнее расскажет вам о ваших задачах. Как-то кажется, легкие романы это скорее вот про современную Японию, тут же вроде более старое время. Ну, они стебутся над этим, конечно. Но в целом, знаешь, и в древней Японии были популярны всякие литературные жанры разного сорта. Ой, а, нам же Норито. Нам же Норито. Мы по крышам побежим Норито. Норито. Так. Куда нам тут? На время праздника Аэродори территория вокруг инспекции по делам чужеземцев станет основным выставочным пространством для легких романов. На выставке не только будут представители офицера, будут представлены официальные работы и работы поклонников, там будут вручаться подарки, разыгрываться призы, проводится презентация новых произведений. Небольшая площадь перед Международной торговой ассоциацией на время фестиваля станет площадью пяти косен, а в близлежащих магазинах будут продаваться особые сопутствующие товары к легким романам. Вам определенно не стоит это пропускать. Ого! Как бы Паймен получше выразиться, это точно будет не заурядный праздник, а целая вечеринка. Ждем запуск манги. Ну, хотелось бы, да. Рай легких романов. Мика, а что за доски посреди площади? А, это... Госпожа Яя упоминала, что сюда прибудут надежные помощники для подготовки к празднику. Судя по всему, это вы. Тома Баймен, вот мы и встретились снова. Как ваши дела? Это же Аято! Ого, у тебя столько дел, и ты все равно пришел на праздник, Радори. Подготовка к праздникам входит в круг обязанностей комиссии Есира. Госпожа Яя вложила всю душу в приготовление, так что и я обязан соответствовать. Ну же, Аято, мы же не чужие люди, не стоит говорить так официально. Мы как раз собирались обсудить те доски, они связаны с работой наших маленьких помощников. Так что давай объясни им поподробнее. Подвалил душный хрен. Да, подвалил. А ты думал, без него обойдется? Конечно, полагаю, вы уже знаете, что праздник Радори возник в честь пяти косен. Эти пять досок предназначены для того, чтобы выставить их портреты. Праздник Радори не только первое крупное событие, которое пройдет в Анадзуме после отмены указа Сококу, это праздник, глубоко укоренившийся в культуре и искусстве. Поэтому комиссия Есера лично пригласила знаменитости из других стран. Например, художник, которого мы пригласили написать эти портреты, родом из далекого Манштадта. Комиссия Есера организует проживание и питание каждого из почетных гостей, однако мы опасаемся, что пребывание в чужой стране может вызвать неудобства. Поэтому было бы просто превосходно, если бы проводником для наших гостей стал кто-нибудь знакомый как с Анадзумой, так и с другими странами Тейвайта. Я понимаю, к чему ты клонишь. Я знал, что ты поймешь. Мы надеемся, что вы сможете проводить гостей из гавани до их резиденции в Международной торговой ассоциации, оказывая любую необходимую помощь по пути. Это расписание включает подробную информацию о кораблях, на которых прибудут гости. Все, что вам нужно сделать, это отправиться на пристань в указанное время. Расписание прибытия. За два дня до церемонии открытия информация о корабле и гости большой пассажирский корабль Барт из Манштадта, художник Мел и его родственница. Расчетное время прибытия – 8 часов утра. Второй день после церемонии открытия информация о корабле и гостях. Большой пассажирский корабль, калеографы, художники, шахматист с театром Механикус из Льюэя и писатель Джен Юй, который Синьянь на самом... Синьцю, Синьцю, который расчетное время – 10 часов утра. Третий день после церемонии открытия. Грузовой корабль, промежуточная остановка – 1 человек. 10-9 утра. На следующий день после презентации новых книг информация о корабле и гостях. Маленький корабль – 2 человека. Какое расчетное время – 10 часов утра? Интересно. Так, первыми, значит, приезжают Венти, Альбедо и Кли, судя по всему. Потом Механикус Синьцю и дальше я не знаю кто. Значит, решено. О, нет, уже так поздно. Я опаздываю на встречу с редакторами. Так что мне пора. Во время праздников большинство редакторов издательского дома Яи будут оставаться неподалеку от инспекции по делам чужестранцев. Если у вас возникнут какие-то проблемы, вы сможете найти их там. Этот праздник требует полной отдачи от всей три комиссии. Моего внимания требует множество мелких деталей, поэтому я вынужден откланяться. Поручаю гостей вам. И оба свалили такие в закат, да? Все необходимые сведения о кораблях в расписании, которые дала я там. Давайте прочитаем внимательно, чтобы встретить пассажиров в правильное время. Хорошо, значит, следующий день, 6 утра. Сейчас нам Кли все расскажет как надо. Художник из Мондо Альбедо? Да, Альбедо. С родственницей. Давай, Пупер. Удачный пути, дороги домой. Кли бы понравилась той мастерисой фейерверк. Ну, судя по трейлеру, будет тут и Микли. Судя по этому самому. Согласно расписанию, сегодня прибудет корабль из Менштадта. На борту будет художник, который нарисует портреты пяти КСН. Корабль скоро прибудет, давай отправимся на пристань. Райден лично встречается. Вот Сёгун собственноручно встречает гостей. А не обыкнов. Мультики, мультики. Фига себе корабль. Не было там такого, когда мы подходили. Привет, вы должны быть прибыли на праздник Орадоре. Мы ваши проводники и всё вам здесь покажем. Да, мы Барды из Менштадта. Ходят слухи, что в последнее время Инадзума претерпела множество изменений. Мы надеемся найти здесь новые источники вдохновения для творчества. Файман, что ты делаешь? Это же Барды, а где тогда Бард-бродяжка? Странно, он же довольно известен в Менштадте. Он что, не получил приглашение? Он мог не поехать, даже если бы его пригласили. Это почему? Ну ты же знаешь, Венти? Файман понимает, к чему ты клонишь. Пусть Венти больше не управляет Менштадтом, он всё равно остаётся Архонтом. Если бы он причалился в Инадзуму при первом упоминании о празднике, это было бы не просто ребячеством, а настоящей безответственностью. Причалился, примчался. А кто это у нас такой в шапочке? Господин почётный рыцарь, Пайман. Всё. Бедный Инадзума. Это же Кли. Тебя тоже пригласили на праздник? Нет, это Альбедо пригласили. Альбедо-ни-чан. Но все рыцари орда Фавоня сейчас очень заняты, поэтому Альбедо договорился, чтобы взять меня с собой. А, так её просто некуда оставить. Хотя ладно, она просто хорошо ловит с детьми. Ёйка-то, да. Привет, Тома Пайман. Пайман узнав, что в Инадзуме пройдёт праздник Эрадори, я так подумал, что наверняка встречу вас здесь. Альбедыч, так давно мы тебя не видели. Пайман так и знала. Это Альбедо пригласили нарисовать пять косен. Похоже, вы уже знаете, зачем я здесь. Только, если что, здесь я буду использовать свой псевдоним Меу. Кстати, вы не знаете, где находится Международная торговая ассоциация? Я должен там встретиться с главным редактором издательского дома Яэ. Ух, Альбедо, берегись. Да, вы как раз будете жить в Международной торговой ассоциации, мы тоже направляемся туда. Замечательно, тогда вперёд. Они к нам присоседились, судя по всему. В инглише клей мило шепелявит? Да и тут вроде миленько говорит. Да, не, ну вроде-то Альбедо-Альбедо, если вы понимаете, о чём я. Ого, здесь так красиво, так много вещей, которых я никогда раньше не видела. Иппай. Не спеши, Кли, пожалуйста, не врежься ни в кого. Возможно, рассказывать Кли столько историй Бонадзуми было не лучшим решением. В итоге она почти не спала по пути, а теперь, когда мы приехали, она ещё больше взбудоражена. Она же ребёнок. Странно, кажется, главного редактора, господина Хиро Ямы, ещё нет. Уверен, он говорит, что прибудет раньше меня. Такая досада. Что-то не так? Господин Хиро Яма должен был встретиться со мной и дать справочные материалы о Пяти Кассен. Так я могу лучше представить сюжет картин. Ой, смотрите, там маленькая Райден. Хочешь сказать, ты не знал, что именно будешь рисовать до прибытия в Инадзуму? Я знаю Пяти Кассен только название. Эта история очень древняя, а до наших дней дошло не так много. Так что господин Хиро Яма решил собрать для меня сведения. Я из тех художников, кто может быстро закончить картину, было бы вдохновение, поэтому я согласился получить подробности только сегодня. Когда нужно закончить картины? Юра! Согласно планам, портреты будут выставляться по одному в течение каждого этапа праздника, а первый портрет с изображением Суико... Суико. Нужно закончить до официальной церемонии открытия праздника, которая состоится послезавтра. Послезавтра? Но времени почти не осталось. Не стоит паниковать, когда я работал над иллюстрациями и легким романом, рукописи доставлялись по морю, и из-за этого сроки часто были сжатыми, и работа порой завершалась в последнюю минуту. Только в прошлом месяце, чтобы последняя книга «Легенда о клинке» была закончена к празднику Реодори, мне пришлось нарисовать иллюстрации к последней главе в тот же день, когда я получил рукопись. Пяталага. Клика Гоба, помните, на фоне бегала? Я слышал, что мои иллюстрации были отправлены в печать сразу после прибытия в Надзуму, я до сих пор не знаю, насколько хорошо они получились. В смысле? А, ну как в книжке, в смысле, смотрю сам. Паймон не уверена, должна ли она посочувствовать тебе из-за условий работы или похвалить твой художественный гений. Но праздники запретили взрывы. Альбедо сообщили, а Клини сообщили. Конечно, я бы предпочел получать материалы как можно раньше, чтобы как следует подготовиться. Кстати говоря, Мика упоминала. Точно, в эти дни редакторы издательского дома Яй должны быть неподалеку от инспекции по делам чужеземцев. Кто знает, может и господин Хорояма тоже там. Мы отведем тебя туда и попробуем его найти. Что она делает? Хорошо, Клини, ты давно не спала, пожалуйста, останься в Международной Торговой Ассоциации, как следует отдохни. Мы скоро вернемся. Ладушки, не волнуйся, я буду вести себя хорошо. Разнесет все, пока мы вернемся. Я больше чем уверена. Так, куда она? Привет, Нейкит. Вот он истинный крафтер, все в последний момент. Этого не может быть, только нам понадобилось связаться с Оннодерой, как у него выходной. Мы с Куродой вернемся в Надзуму для экстренного тиражирования. Спрос на эту книгу настолько высок, что даже с учетом допечатывания экземпляров все равно может не хватить. И все же нам повезло, что мы узнали об этом сегодня. Если бы это произошло несколькими днями позже, то нам бы пришлось не сладко. Кстати, об этом подозрительном парне на складе. Как думаешь, это все его рук дело? Главный редактор уже пошел разбираться с происходящим. Простите, что отвлекаем? Что-то происходит? Это же путешественник. Не волнуйся, небольшие неприятности. Чем могу помочь? Я ищу главного редактора, господина Хирояму. Кто-нибудь знает, где он сейчас? Господин Хироям отправился на склад у причала. Подожди, Мурата. Простите, вы же тот самый Мел, которого пригласили нарисовать портреты Пяти Кассен к празднику? Да, это я. Шифруется. Меня зовут Курода, а вы, должно быть, интересуетесь информацией о Пяти Кассен? Прошу прощения, но пока нам стоит отправиться на отдых в Международную Торговую Ассоциацию, а я попрошу господина Хирояму прислать вам материалы при первой возможности. Не утруждайтесь, кажется, вы очень заняты, так что мы и сами его найдем. Ну, простите, какие-то проблемы с последним томом, легендой о клинке? Что? Откуда вы знаете? Вы знаете, что господин Хирояма должен был отправить мне материалы, значит, он не забыл об этом. Просто случилось что-то очень важное. И хотя вы знаете, что я Мел, все равно не хотите пускать меня к господину Хирояме? С учетом этих обстоятельств, единственная причина, по которой вы можете попытаться остановить меня, состоит в том, что с легендой о клинке, для которой я рисовал иллюстрации, что-то случилось. Что ж, мне очень жаль, все именно так. Полагаю, мы можем рассказать вам подробности. Ранее сегодня кто-то заметил подозрительного чужеземца, пробравшегося на склад праздника Эрадори у Главани, и об этом быстро предупредили комиссию Тенрё. Обеспокоившись из-за потенциальной кражи, комиссия Тенрё связалась со всеми арендаторами. Тут-то мы и узнали, что последние экземпляры легенды о клинке неожиданно пропали. Книги пропали? Не так громко. Мало того, что все ждут выхода книги на последнем этапе праздника, так еще и сам автор, Джен Юй, будет присутствовать лично. Ситуация-то чрезвычайная, поэтому господин Хирояма немедленно поспешил на склад, чтобы определить, связан ли кража с этим подозрительным чужеземцем. Ясно и печально, если легенда о клинке не будет выпущена вовремя. Джен Юй будет очень разочарован. Если господин Хирояма отправится на склад у причала, мы пойдем и попробуем ему помочь. Значит, автор легенды о клинке это Джен Юй. Где-то я уже слышала, а разве это не творческий псевдоним Син Цю? Что, вы с ним знакомы? Встречались пару раз. Син Цю точно расстроится, если узнает, что его книги пропали. Давай сходим на склад вместе с Альбедо. Ох уж этот Син Цю. Тестирую новую пряжу, она линяет похлеще, чем мой кот. Это полушерсти или что? Вообще не палит контору, да? У нее вообще просто... Уйдзо Сары, нифига себе. Винти, серьезно? Хороший начало. Это чужеземец на складе, он там напился, что ли? Что ты здесь делаешь? Я здесь по поручению комиссии Тен Рио, конечно же. Что в этом такого странного? Не-не-не, Сара Пайман говорила не о тебе. Барт-бродяжка, подозрительный чужеземец на складе, это не ты случайно? Хе-хе, учитывая доказательства, похоже, что подозрительный чужеземец и правда я. Как я уже говорила, вы являетесь подозреваемым. Для того, чтобы до того, как объявления в краже и незаконном переходе границы будут сняты, вы обязаны хранить молчание. Не заставляйте меня повторять это снова. Незаконный переход границы. Выкинуть в венсе. С вами Тома Пайман, вы знакомы с этим так называемым бардом из Манштадта? Ммм, можно сказать, мы знакомы. Сара, послушай, зная его, мы уверены, что он никак не связан с кражей. Но что это за пересечение границы? С гаранта выбила ось после Амоса, был откручен на 22 крутки, и Амос тоже выпал без гаранта. Со стандартом? А, ну везет, везет. У меня вчера со стандарта на 36-й небесный меч пролетел. Случайно. Из нее волосня лезет во все стороны. Как будто мех на столе режу, а его нет. Фига себе пряжа. Короче, что за пересечение границы? Он утверждает, что является почетным гостем праздника Аэратори, но при этом не смог предъявить пригласительное письмо. Поэтому мы подозреваем, что он незаконно проник на территорию Надзумы. И всего минуту назад мы поймали его в ящике свиного задуванчиков возле ветра дальнего плавания. Винти такой Винти. Можно задать ему пару вопросов? Если это поможет пролить свет на ситуацию, то пожалуйста. Да, котик хочет внимания. Винти, ты же не проникал сюда незаконно, так ведь? Как больно такое слышать. Мы так давно не виделись, а когда наконец встретились, вместо приветствия я получаю допрос и подозрения. Насколько я знаю... Точно, его год не было. Насколько я знаю, вы прибыли в Надзуму точно таким же способом. Тебе не кажется, что ты должен понимать меня лучше всех? Таким же способом? У нас не было выбора. Я просто шучу, не бойтесь, ведь меня пригласил никто иной, как комиссата Аята из комиссии Исира. Маловероятно, что знакомый такого влиятельного человека окажется здесь незаконно. Так ведь? Но почему ты не плыл на корабле с другими бардами? Когда я получил письмо с приглашением, мне захотелось отправиться в Надзуму пораньше, и тут я как раз наткнулся на грузовое судно, перевозившее вино из-за дуванчиков в Надзуму. Естественно, я решила пуститься в путь на нем. Пол судна не доплыло. Хорошо, что у мышки игровое настроение, но думаю, да. Оказавшись на борту, я обнаружила в капитане корабля родственную душу, по пути меня обильно угощали изысканным алкоголем, и, должно быть, я заснул в ящике в процессе сравнения вина из-за дуванчиков и Надзумского саке. А когда проснулся, то обнаружил, что нахожусь на складе, и на меня пристально смотрит генерал комиссии Тэнрё. Звучит довольно правдоподобно, только вот все равно. Ребячество, безответственность. Простите, я владелец украденных вещей издательского дома Я, и я хочу задать ему пару вопросов. Судя по вашим словам, вы находитесь на складе уже некоторое время, вы не слышали здесь ничего подозрительного? Вообще-то я слышал пару раз какие-то шаги, но не посчитал этот звук подозрительным. Почему же звуки не показались вам подозрительными? Думаю, я знаю. О чем ты догадался? Обычно грабители взламывают замки или роются в вещах, Винди попросту имел в виду, что не слышал подобных звуков. Что касается звука шагов, то этот же склад каждый день сюда привозит и возит множество товаров. Ничего необычного, что люди здесь ходят. Я понимаю, но это значит, что в деле о краже книг мы не продвинулись ни на шаг. Не совсем. Из представленных фактов мы можем сделать как минимум три вывода. Во-первых, кража была запланирована, и во-вторых, преступник знаком со складом и, возможно, даже обладает ключом от него, и, в-третьих, преступник был не один. Я знал, что ты поймешь. Один человек не смог бы унести столько тяжелых книг из-за такой короткий срок. У него были сообщники. Совершенно случайно нашел судно, полная вина. И, само собой, разумеется, что Венти никак не подходит на преступника. Ну да, я с вами согласна. Господин Харияма, комиссия Тенрё продолжит расследование в отношении работников склада. Если что-нибудь узнаете, пожалуйста, немедленно сам сообщите. Хорошо, полагаюсь на вас. Хи-хи, значит, я свободен? Словно птица в небесах. Где у вас ближайший бар? Не так быстро. Пусть обвинения в краже и были сняты, нам все еще предстоит выяснить, было ли ваше пребывание в Инадзуму законным. Ну вот, я уже подумал, что после моего честного рассказа вы меня отпустите. Что за показывание языка? Сэра довольно дотошная. Так где же твое пригласительное письмо, Венти? Точно пригласительное письмо. Мне очень жаль, но я не помню, куда его засунул. Как ты мог потерять такую важную вещь? Я осознаю его важность, но я не брал никакого багажа, а в карманах письмо не помещалось, поэтому всю поездку я держал его в руке. Странно, пусть я немного перебрал с выпивкой, я уверен, что спрятал его в надежном месте. Я даже помню, как был доволен своей блестящей идеей. Альбедо в одной сцене показался более умным, чем Аят. Где же Венти спрятал письмо? Если ты все время держал письмо в руке, зачем было его убирать? Ну, чтобы как следует сравнить вкусы манштадтского вина и надзумского саке, мне нужно было держать по бокалу в каждой руке. Я не мог одновременно держать и письмо, и бокал, но я совершенно точно не положила бы его куда попало. В общем, полагаю, оно может быть только в одном месте. Ты уже догадался? Что? Вы опередили Пайман? Вы уже знаете, где лежит письмо? Шапочки. В ботинке, в плаще, в берете. В берете. Да, теперь я вспомнил. Так и знал, что ты поможешь мне найти письмо. Вентин находит письмо, спрятанное в берете. Это, правда, пригласительное письмо от комиссии Есера. Раз уж мы и подтвердили личность гостя, у меня более нет вопросов. Мне сейчас котенок по имени Га вспомнился. И другое. Однако я рекомендую с сегодняшнего дня ночевать в Международной торговой ассоциации. А теперь, прошу прощения, но мне пора. Вентин набухался и засунул письмо в берет. Как это? Старый ушлан, давай поговорим с господином Хироямой о материалах для Альбедо. Господин Хирояма, я Мел, мы договорились о встрече сегодня. Уже стемнело просто. О, так вы Мел. Мне очень жаль, что сразу после прибытия в Инадзуму вам пришлось столкнуться с таким беспорядком. Это материалы о пяти косен. Вся информация, которую нам удалось найти, собрана здесь. Давным-давно в Инадзуме жили пять легендарных поэтов. Одаренные музыкальными и писательскими талантами, они почитались как пять косен. То есть пять гений в пении и поэзии. Говорят, что их произведения настолько нравились Сёгуну, что каждый год один из пяти косен отправлялся в резиденцию Тонсюкаку, чтобы представить на суд Сёгуна новый сборник стихов. Пять косен известны как Суико, Ауэ, Ноакина, Акахито, Сумидзома и Курануси. Их настоящие имена не дошли до наших дней. Легенда гласит, что истории о пяти косен часто исполнялись на сцене, а чтобы различать их, каждому персонажу был присвоен свой цвет. Зелёный, синий, красный, белый и чёрный. Со временем люди стали называть их по названию цвета, который их олицетворял. Хотя есть и те, кто утверждает, что Исуико, зелёный цвет, получил своё имя от соломенной хижины, где он жил, а имя Акахито, красный человек, происходит от красной печати, которую он любил ставить на своих произведениях. Об истории пяти косен. Пять косен занимали особое место в сердцах людей, а пьесы с ними в главных ролях были очень популярны по всей Надзуме. Хотя когда-то существовало множество историй о пяти косен, но, к великому сожалению, в настоящее время подтвердить их достоверность не представляется возможным. Не исключено, что многие истории были утеряны во время катастрофы, которая произошла 500 лет назад. Сохранившиеся записи говорят, что в период расцвета поэтического творчества произведения пяти косен имели одинаковый формат. Поэмы из четырёх стихотворений, в которых каждое стихотворение отражало точку зрения одного из косен. Четыре стихотворения вместе составляли законченную историю. Самое интересное, что, кажется, нет ни одного стихотворения, которое бы отражало точку зрения Куроноси. Это чёрный цвет, если что. Личная информация о пяти косен. Суйко, пьяница, выходец из народа, отличается необузданным нравом. Говорят, что его называют Суйко, потому что он живёт в соломенной хижине под названием «Хижина Суйко». Ауино Кина, старик, который мастерски играет в шашки, это синий цвет, и помимо стихов пишет художественные произведения. Одни говорят, что он довольно поздно прославился и на седьмом, на самом деле является чиновником Сюгуната. Другие говорят, что он на самом деле не человек, а демон Китсуне. А Кахито, красный. Отличный фихтовальщик и пророждённый воин. Говорят, что он получил это имя благодаря привычке помечать свои работы красной печатью. Сумидзомы. В прошлом она была жрицей, освоила искусство флористикой и выучилась танцем. Позже она стала служанкой Сёгуна. Одни говорят, что когда она стала знаменитой, то оставила свой пост, чтобы всецело посвятить себя творчеству. Другие говорят, что она продолжила служить Сёгуну до глубокой старости. И Кураносе о нём сохранилось мало информации, поэтому его происхождение неизвестно. Возможно, именно поэтому в историях о его характере и личности гораздо сложнее, чем у остальных. Так. Я про цвета пытаюсь найти эту строчку. Да, белый. Сумидзомы. Ну ладно, допустим. Я просто пытаюсь понять, какой там слой белый. Дайте-ка взглянуть. Как я и подозревал, Суйко и Аойно Акино, они настоящие имена Пятикосен. Хотя, когда это существовало множество историй, Пятикосен сейчас подтвердить их достоверность не представляется возможным. Какая жалость. Короче, Альбедо будет рисовать Венти и Синьсю. Вот другие цвета, пока не понимаю. Венти типа зелёный и Синьсю синий? В этом плане? Ну, Аки у нас Кли, в принципе, красная, может быть. И её Имия какая-нибудь. Хотя они вроде к стихотворениям обе не имеют отношения никакого. Ну, по крайней мере, мы знаем, что большинство историй были написаны в похожем стиле. Так что мы всё ещё можем что-нибудь подчеркнуть. Альбедо, значит, эти сведения пригодятся для твоих картин? В какой-то степени... Ну, белый, может быть, Альбедо, он как бы белый. Хотя он тоже вроде стихи не пишет. Не знаю. В какой-то степени, да, однако, должен признать, что этого недостаточно. Не хватает самого важного элемента – вдохновения. Мне жаль, что эта информация не так полезна, как вы надеялись. Однако на данный момент больше ничего собрать не удалось. Хотя госпожа Яи говорит, что существует множество версий истории о Пятикосен, и у каждого есть своя история. Поэтому вам нужно всего лишь следовать Зоу Сердце и создавать то, что вы сами находите интересным. И правда, похоже на то, как сказала бы Мико. Спасибо, господин Хераяма, не волнуйтесь, я найду вдохновение для портретов. Замечательно, надеюсь на вас. Я очень хотел попросить вас кое-е-еще о чём. Завтра утром вы на Зуму прибудет на корабле господин Жень Юй, автор легенды о Кринке. Если встретите его, пожалуйста, не упоминайте пока об украденных книгах. Найдут их или нет, издательский дом Яи сделают всё возможное, чтобы презентация прошла успешно. Благодарю вас, я пойду. Винти, ты куда? Кажется, нам больше делать здесь нечего. Пойдём. Винти, что ты там делаешь? Ты же не хочешь отставать? Тома Альбедова, не могли бы подойти на минутку? Думаю, вам стоит на это посмотреть. Может быть, красная это Алиса? Ну, не знаю. А как её приплетут к сейчас? Что ты там, в Винти, копаешься в мусоре? Бомж-алкоголик. Что это? Листок бумаги? Сегодня, когда я проснулся на складе, то обнаружил этот листок в ящике, где спал. Сначала я решил, что в ящик просто упал мусор, вот и засунул, куда я попала. Но теперь мне кажется, что вам стоит прочесть, что там написано. Великолепие пяти косен-суйко. Хижина моя с соломенной крышей стоит от мирской жизни вдали. Но слава моя вызвала много шума и суеты. В взумрудных одеждах явился я в Тенсюкаку с трудами. В стихотворении Айя Ноакина было утеряно нами. Склонив голову, умолял я о милости и прощении. Вспоминая поспешно, как произошло такое недоразумение. Прошлой ночью напился я. Рядом бродила тень. Перед сёгоном стыдно стихотворение украл, как какой-то злодей. Дай посмотреть. Глава Суэко. Постойте-ка, ну разве Суэко не один из пяти косен? В этом стихотворении рассказывается о том, как Суэко напился и позволил украсть стихи, которые предназначали Сёгону. Какая знакомая история. Что-то она мне напоминает. Привет, Вэлла Дрэгон. Я не уверена, что Альбедо будет рисовать сам себя. Он будет рисовать своего этого предыдущего Альбедо. Ты серьезно? С тобой ведь вчера случилось то же самое. Ха-ха и вправду, как интересно. Кажется, это связано с украденными романами. Согласен. Человек, оставший этот листок, вполне может быть преступником или даже свидетелем кражи. Но зачем оставлять его так? А если это был свидетель, то почему он не попытался предотвратить преступление? Ладно, давайте не будем с этим торопиться. Наша встреча в Унадзуме в редчайший случай. Мы и так весь день были заняты. Давайте теперь найдем гостиницу с хорошей выпивкой и утолим жажду. Ты только протрезвел и уже опять думаешь о выпивке. И не забывай, что Альбедо все еще нужно нарисовать портрет. Нет времени расслабляться. А, да нет, все в порядке. Давайте выпьем. Я угощаю. Ни фига себе. Постой, а как же портрет? Привет, Мерси. Как я говорила, я из тех, кто работает быстро, лишь бы было вдохновение. Теперь, кажется, я нашел его источник. Инспириащон. А модель заслуживает подобающего вознаграждения. Действительно, Винти нарисует. Ага, надо как-то заказать всего и побольше. Да, всего и побольше. Альбедо, и ты туда же. Альбедо, Альбедо. Однажды поэт Суэко отправился в Танцюкаку и представил Сёгану работы консен. Но стража со стихами Аойну и Киме страница была вырвана. Суэко тщательно допросили. И он смиренно признал свою вину. Он рассказал, что прошлым вечером выпил лишнего. И помнит, видишь, смутный силуэт к фамильному чаду. Смешные картиночки. Ого, ты правда справился, Альбедо? Ты сумел закончить портрет до церемонии открытия? Да, очень похож на Суэко. Да, действительно, хороший портрет. Он соответствует и традиционному стилю и надзума, и современной эстетике. Моя фигура производит особенно яркое впечатление. И пусть даже я и сплю на картине, все равно выгляжу великолепно. Эй, не слишком-то гордись собой, бродяшка. Портрет изображает не тебя, хоть ты и послужил моделью. Альбедо, кого ты будешь рисовать дальше? Следующим будет Аойну Акино из Пятикосен. Альбедо, я предлагаю немного подождать, прежде чем приступать к следующему портрету. Кто знает, может, скоро столкнешься еще с одной историей. Еще одной историей? Думаю, он говорит, что мы можем найти еще одну записку с рассказом о Пятикосен. Согласно справочным материалам, которые я получил, мы обнаружили только первую из четырех глав. Думаешь, загадывающий человек, оставший первую записку, объявится снова? Наверняка, к тому же, некоторые детали в истории Пятикосен вызвали у меня любопытство. Вот это самооценка. Например, материал упоминается о пяти легендарных людях, но у всех популярных историй только четыре главы. Похоже, что ни в одной из историй нет главы, посвященной Куроносе. Да, эти истории прям любопытные, но в Манштадте есть старая поговорка «Ветер приносит семена истории, а время их взращивает». Прикольно там плакат Сегун. Пока что нам остается только терпеливо ждать. Глава первая завершена. Е-е-е-ей! Ивент! Великолепный праздник Иодори начался. Дунная поэзия. Поэзия Иродори. Часть 1. Барт из Манштадта Ленне склеснулся в споре о поэтическом творчестве с аназубским поэтом Утому. Портрет Суэко. Портрет Суэко написан на Альбедо. На этой работе позировал Венти на наполненном исконно масштабскими деталями фоне изображен мертвецкий пьяный Суэко. Кажется, Венти очень нравится эта картина и кое-кому пришлось несколько раз напомнить ему, что на самом деле на портрете не он. Ружайка. Так это самое. Легенда Кассен это вот это то, что мы делаем. Не, это центральные. Особое приглашение. Ага, господи, сколько всего? Опять сидите разбираться с этими вашими